Все продукты я заказываю на эко-маркете, кто еще не знает, делюсь с вами ссылкой, хотя я много раз ее уже прикрепляла. У них все домашнее, фермерское, что самое классное, отличный состав, и мне кажется, там есть абсолютно все. В этот раз я нам заказала вот такие вот стейки, семки, хочу приготовить на гриле, потом поделюсь с вами результатом. Потом многие мне советовали попробовать перепелку фермерскую. Не знаю, взяла совсем чуть-чуть, напробую, потом тоже скажу вам как. Мне и вот эту вот курицу для жарки мы берем уже третий раз, это реально просто бомба. Я обычно ее запекаю в пакете, получается очень вкусно, вот действительно с магазина не сравнится. Взяла первый раз вот такое вот натуральное яйцо, попробуем с вами. Также из мяса взяла азу из говядины, тоже безумно вкусное. И мне здесь нравится соотношение белков, жиров, углеводов. Смотрите, здесь всего лишь 4 грамма жиров и вот 103 килокалории. Просто вот суперский, как говорится, диетический вариант. Также взяла. В прошлый раз я брала пельмени, были очень вкусные. В этот раз я взяла нам вареники с творогом, хочу отварить. И взяла еще вот такие вот пельмени с курицей. Посмотрите, какой у них классный состав. Просто бомба. Я вам здесь оставлю прямую ссылку, можно будет перейти и посмотреть. Хлеб, с которым я с утра делала бутерброд. У них вообще очень много разных видов. Мне понравился вот этот, у него классный состав. Там вообще везде классный состав. Вот поэтому оставлю вам здесь вот прямую ссылку, можно будет перейти и посмотреть для тех, кто искал хороший хлеб. Также взяла нам творог. Я всегда беру вот по 2 упаковки. Они уходят и на сырники, и на запеканки. Вообще его ем просто так с вареньем, буквально вам недавно показывала. Вообще мне нравится их молочка. Взяла нам молоко 2 литра вот такое. И взяла сыр домашний сливочный для разных бутербродов. Как раз вот с этим хлебом, мне кажется, будет идеальное сочетание. Также йогурты мои любимые с хорошим составом. В этот раз я взяла персик лаванды вкус. И второй такой же. Нам с мужем очень понравились. Сыр взяла вот такой для салатов. И такой домашний копченый сыр. Смотрите, какой у него крутой состав. Тоже взяла. Нам хватает вот этого сыра. Из растительной молочки я взяла на пробу вот такой вот вегурт. Из мякоти кокоса без сахара. Смотрите, какой у него классный состав. И также взяла нам с кокосовой стружкой такой же. Взяла два разных вкуса на пробу. И также взяла себе растительное молоко. В прошлый раз брала вот это вот миндальное. У него хороший состав тоже. Кто ищет растительное, классное молоко. Здесь вот ссылку прикреплю. Мне очень понравилось. И в этот раз я взяла вот такой фундуковый напиток. Будем тоже с вами его пробовать. В прошлый раз еще вот такие вот кусочки тыквы. Они мне очень понравились. Удобно, что не нужно ничего чистить. В этот раз хочу сделать брауни. Сейчас буду вот как раз ее запекать. Хочу сегодня сделать. Взяла авокадо. Очень такое спелое, мягкое, вкусное. Тоже будет у меня к бутербродам. И, кстати, на завтрак, помните, я вам показывала гранола. В прошлый раз у меня была шоколадная. А в этот раз я взяла трофический остров. У нее очень классный состав. Без сахара и вообще куча добавок. То есть, хорошую гранолу вам здесь. И мою ссылку прикреплю. Можно будет посмотреть. Также взяла нам такие конфетки ручной работы. Без добавления сахара. Сейчас покажу вам состав. Где он тут? Состав очень классный. Будем с чаем пить. Он мелко написан вообще. Состав очень классный. Первый раз взяла на пробу. Потом с вами поделюсь своими впечатлениями. Взяла вот такой также сироп Агавы. Ссылку вам здесь прямой наставлю. Для тех, кто искал. Очень крутой сироп. Его можно добавлять и в качестве подсластителя. В различные блюда. Для тех, кто не хочет обычный сахар заменительным, например, добавлять. И также можно поливать уже готовые блюда. Для того, чтобы добавлять им сладость. И взяла также свои любимые батончики. Каждый раз я здесь заказываю. Они по 45 рублей. И беру разные вкусы. Полилайт. У них отличный состав тоже. Абсолютно у всех покажу вам один. Абсолютно тоже ничего лишнего. Вот как-то так. Овощей и фруктов я всегда беру очень много. В этот раз я взяла вот такие вот помидорки. Ни разу их не пробовала. Это черри. Попробуем огурчики тепличные. Я вам уже их много раз советовала. Действительно, они сравнятся с магазинами. Просто вот очень классные огурцы. Советую попробовать морковь. И здесь у меня картошка. Лук нам взяла. Апельсины. Апельсины я беру и два вида. Потому что, как я вам уже рассказывала, апельсин на сухо очень быстро. Вот такие еще взяла. Яблоки тоже в этот раз. Двух видов. Вот такие и вот такие. Также взяла нам киви. Здесь болгарский перец. Бананы. Взяла кучу салата для разных рецептов и для украшений. И вот здесь вот виноград. По поводу доставки выспрашивать. У них раньше было только по Москве и по области, собственно, куда я заказывала. Но недавно, буквально, не знаю, там один или два дня назад у них появилась доставка в Питере и в Ленинградской области. Вот как-то так. А я пошла готовить брауни. Я тут себе кофе сделала. Очень хочу попробовать новое молоко с фундуком. Ни разу вообще это не пробовала. Ну, кстати, по ароматам прям как фундук-фундук. Сейчас нальем с вами и попробуем. Кстати, очень на самом деле вкусно. Но у миндального, которая вторая бутылочка, у него такой вкус достаточно нежный. А у этого более терпкий. Ну, тоже классно. Если хотела сейчас так гранат поездить, то покажу вам свой лайфхак. Хотя я его уже много раз показывала, но для новеньких покажу, как его можно разрезать, чтобы все внутри ядрышки, косточки были целы. Так вот делаем надрезы и просто его аккуратно раскрываем. Ну, красота ведь, смотрите, не сок не течет. И все внутри целенько. Ни разу не готовила диетический вариант брауни. Хочу сейчас попробовать. Вытащила уже чищенную тыкву. Это так удобно. Сейчас накрою фольгой. Вот так. И отправлю запекаться в духовку. Я тут уже взблендерила получившуюся массу. Буду добавлять подсластитель. Кстати, здесь, смотрите, какая удобная крышечка. Вот такая, чтобы ничего нигде не проливалось. И буду добавлять сейчас остальные ингредиенты. Все, у меня сейчас вот такой хаос на кухне. Я переложила все в формочку. И сейчас буду отправлять запекаться. Не знаю, что получится. Но должен получиться диетический брауни. Ну что, вы готовы? Показываю вам результат. Выглядит на самом деле очень аппетитно. Мне даже здесь их подрумянится. Немножечко успела. Потом я накрыла фольгой. И все нормально, равномерно получилось. И, кстати, я еще сверху орешками украсила. Мне кажется, выглядит очень классно.